всем привет сегодня вам расскажу про bitcoin и эфир я все равно глобально больше за шартовую ситуацию если смотреть глобально я больше за падение раньше у меня были такие видео когда я говорила что в этом году все-таки объемы на биткоине стали меньше но сейчас я изучаю например дельту и кластерные объемы углублено и я вижу наоборот что объемы девятнадцатом году в крипте стали меньше чем объемы в семнадцатом году и очень даже интересно то что на плеере теперь можно у меня проиграть и если вы посмотрите обязательно ссылку в описании у меня будет последний интенсив который будет проходить в декабре вот я как раз сейчас набираю себе группу уже не очень я хочу делать это в девять на в двадцатом году на дужки ты новые вещи открывать вот мы будем учиться прям конкретно заходить и выходить в сделки потому что у меня есть теперь программа которая позволяет это делать намного будет интереснее чем раньше потому что будем на истории не каждый помнит историю ну на 15 на часовых графиков будем заходить конкретно сделки и отыгрывать историю вперед обязательно посмотрите в описании потому что уже наверно процентов 30 группу я набрала и вот несмотря на то что я больше за шартовую ситуацию почему-то сейчас нам рисуют ланговую а если вы посмотрите на эфир ну насколько хватает моих знаний эфир собирается в лонг и чтобы все-таки успеть в этот поиск чтобы место в этот раз хватило всем надо обязательно посмотреть на график вы видите здесь bitcoin конечно да собирают ликвидность и если вы рисуете паттерны все таки идет как восходящий клин это мы смотрим часовой таймфрейм давайте перейдем на дневной помните как то вам тоже вот рассказывала о том что вот вот сейчас самая интересная ситуация то есть у нас есть импульс откат после импульса если мы удержимся вот в этой зоне то дальше пойдем тестировать вот эту зону 9 446 когда у нас будет когда сюда придет график на 9 446 у нас может быть вот такая вот ситуация который вот если мы начнем биться в этот уровень 9 446 не делайте пока поспешных выводов вот когда мы сюда придем тогда и будем делать анализ если мы начнем биться в этот лимитный уровень и при том пике у нас будут повышаться я имею до нисходящие пике будут повышаться тогда я буду все-таки говорить про то что мы пойдем больше в ланговую смотреть ситуацию и мы пойдем обновлять вот этот вот максимум максимум который у нас был на 10 600 это ланговый расклад ситуации поэтому нужно наблюдать что будет здесь происходить для того чтобы эта версия оказалась верной нам нужно обязательно удержать эту позицию здесь вы видите восходящий клин и тоже самое смотрите обязательно паттерны и графические фигуры не только там как треугольник и графические фигуры я вам про это рассказывала обязательно нужно смотреть на это как на энергию нам нужно удержать вот эту вот восходящую линию тем более смотрите как происходит что мы делаем спуск вниз мне тоже меня здесь выбило по стопу поэтому как бы надо смотреть что будет происходить дальше то есть мы делаем нисходящее движение но потом все равно закрываемся выше этой трендовой а выше закрытие выше трендовой это значит что движение пока все еще восходящее про ланговую рассказала что будет поэтому здесь не делайте поспешные выводы подождите пока мы вернемся к вот этому максимум примерно на 9400 там уже будет понятно что происходить потому что мне кажется что даже если мы пойдем сейчас в лонг вот здесь у нас будет лимитный уровень и мы все равно еще должны будем спуститься на откат где-то к 9 200 если мы придем все-таки шарфу если у нас будет шорт и мы придем ситуацию на 7 800 тогда будет ситуация сто процентов для меня шартово я буду ожидать большого движения вниз про это я вам рассказывала в прошлом видео до каких отметок можете посмотреть давайте посмотрим теперь эфир вот эфир прям конкретно собирается в лонг и если вы посмотрите ну во первых посмотрите дневной таймфрейм мы консолидируем все выше этой трендовой линии эта трендовая линия у нас идет конкретно от данного восходящего движения то есть она идет не историческая она идет от восходящего движения то есть даже если я за глобальный шорт мы же можем еще все равно сделать поход наверх вот и вот у нас идет восходящее движение и мы сейчас закрепились выше этой трендовой пока стоим выше нее давайте теперь посмотрим зоны и уровни вот наши зоны здесь можно перейти на 4 часа и вы посмотрите что мы как раз таки бьемся в лимитный уровень который ну или в зону интереса который находится где-то 192 193 классно то что это не такая широкая зона и можно будет войти в этот диапазон то есть сейчас я рекомендую не делать никаких поспешных выводов то есть не не совершать лонговые сделки посмотреть что будет когда эфир подойдет к вот этой вот зоне интереса то есть вот это как раз и будет активная зона игрока если мы начнем делать здесь перехать то есть но вы можете там кто более агрессивно торгует здесь ставить выше заявки 193 на лонг посмотрите очень интересно потому что как раз вот этот трендовая проходит и как раз это трендовая локальная трендовая который относится только в рамках этого тренда она удерживает цену то есть видите у нас все закрепление идет выше трендовой вроде бы мы опускаемся ниже, но каждое закрепление идет выше трендовое, то есть вот это меня, конечно, удивило, потому что эфир выглядит очень прям лонгово, и плюс, мало того, что он здесь выглядит лонгово, то есть что идет поджатие, когда он придет сюда, здесь будет очень интересно, потому что мы будем смотреть экстремумы, экстремумы, которые вот он, последний экстремум, и если удастся эфиру сделать перехай, все зависит от вашей торговли, либо вы ждете перехай закреплению, либо вы более агрессивно заходите из этой зоны, но заходить нужно грамотно, не сейчас, сейчас ни в коем случае нельзя, и если мы все-таки закрепляемся, на мой взгляд, мы идем вплоть до вот этого, вот наш, где будет аж take profit, take profit может быть в этой зоне, то есть вот будет первая остановка его, возможно, и вот максимальный take profit будет на 280, согласитесь, можем неплохо все заработать, если у нас будет такой, даже если поставим стоп, мне кажется, у нас тут будет 10 к одному, поэтому смотрите обязательно за эфиром, модель, которую я сейчас рассказала, она сломается, если мы не пойдем закрепляться к этому лимитному уровню, а если все-таки мы упадем ниже и закроемся ниже этой трендовой, то тогда пойдем тестировать уже зону 168-164, то есть вот отсюда уже можно будет шортить, однако будьте внимательны, потому что может быть такая ситуация, как вот здесь, что мы делаем заход вниз ложным пробоем и после этого уходим наверх, вот насколько я смотрю очень много графиков, пока ситуация конкретно в лонг, и мне это нравится, то есть несмотря, вот как я уже сказала, даже несмотря на то, что я глобально за шорт, мы можем сделать еще перехай, если сделает биткоин уже перехай вот этого, вот этого максимума, то есть на 10,634, тогда модель будет больше лонговой, пойдем обновлять хай на 14 тысяч, смотрите внимательно, главное не спуститься к вот значению 7800, потому что если будем начинать спускаться к значению 7800, можем уйти еще ниже, поэтому зону эту обязательно нужно удержать. Самое крутое то, что развязка уже близко и вы можете посмотреть, что происходит на графике, то есть не нужно будет долго ждать, посмотрите, что будет происходить на графике, потому что вот уже идет консолидация, вот уже маленькая такая, пробуйте обязательно заходить по тем точкам, по которым я сказала, потому что хорошая точка входа. Вроде бы все, сегодня такой небольшой обзор, уложились 8 минут, посмотрите еще раз ссылку в описании, будет сокращенная программа, мы будем идти в этот раз только по зонам, только по зонам интереса, я буду учить вас строить вот такие вот вещи, как зоны активного, активные зоны крупного игрока, их я так назвала. Спасибо большое всем за внимание, за комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще это не сделали. Всем спасибо, всем пока!